МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Валерия Саенко. Сегодня в программе. Важнее всего погода в доме. Но почему, как только на улице теплеет, в квартирах становится невыносимо жарко? Разбирался наш корреспондент. В прошлом году я звонил в город, в комиссию. Сказали, вот, прикройте одеяльцем батарею, накройте, мы сделать ничего не можем. Проблемные вопросы здравоохранения. Владимир Сипягин пообщался с врачами Александровской райбольницы. И вот у нас по отделению по лету иногда до 30% москвичей. Но койки, ставки, лекарственное снабжение на них не рассчитано. За 30 лет ни одного ремонта. Но теперь все иначе. В поселке Балакирево обновили дом культуры. Дети, которые, жители, которые ходят сюда и наслаждаются, получили новую возможность для творчества, для воплощения своих идей. Пожар в Коврове. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме по улице Муромская. По прибытии пожарные установили, горит квартира на втором этаже. Проводилась эвакуация жильцов. Спасти удалось не всех. Огнеборцы сообщили о двух погибших. Из комнаты, расположенной напротив горящей, пожарные спасли женщину. Она была своевременно госпитализирована с диагнозом отравления продуктами горения. Еще двоих человек пожарные спасли с третьего этажа. Людей выводили в спасательных масках, подключенных дыхательным аппаратом. На пожаре были обнаружены тела двоих погибших мужчин 1962 и 1969 года рождения. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались 14 человек личного состава и 5 единиц техники. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, состояние алкогольного опьянения. В этот же день случился пожар и в Александрове. Возгорание также произошло в квартире многоквартирного жилого дома. Сгорел диван. Пострадал мужчина 1972 года рождения. Он получил ожоги рук и лица второй и третьей степени. Причина этого пожара устанавливается. Ярмарку сдуло. Порывистый ветер вмешался в планы приезжих предпринимателей. Большая часть установленных палаток, где велась торговля овощами и фруктами, за ночь превратилась в руины. Именно в ночь на понедельник началось усиление ветра. Порывы его и в ночное время, и в течение большей части понедельника достигают 15-25 метров в секунду. Там нормально вроде все, да? Там крепко было, значит. Плохо было закреплено, что ли? Наверное. Что теперь делать? Теперь делать, убираем. Да все равно у нас время до первого числа. До первого числа? А первого числа что случится? Нет, закрывается. А, закрывается первого числа. Да. То есть теперь пораньше закроется? Да. За день-то уберете? Да, конечно. Расстроились? Да нет, конечно. Все равно мы должны быть убирать. Не выдержала шквалистого ветра и остановка возле одного из гипермаркетов. Она осталась без крыши. А со стеллы при въезде в город Вязники сдула букву «З». В связи с порывистым ветром накануне в области произошли и обрывы на ЛЭП. Без электричества остались населенные пункты сразу в пяти районах области. Александровском, Гусьхрустальном, Камешковском, Гороховецком и Муромском. Компания «Владимир Энерго», отвечающая за сетевое хозяйство, переведена в особый режим. Собран оперативный штаб. В восстановительных работах задействовано 22 бригады энергетиков, а это 71 человек и 22 единицы техники. К вечеру понедельника электроснабжение всех населенных пунктов восстановлено. На данный момент специалисты энергокомпании работают по индивидуальным заявкам потребителей. О проблемах с электроснабжением можно сообщить в круглосуточный контакт-центр 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный или оставить свое обращение на сайте. Его адрес вы можете видеть на своих экранах. Синоптики же прогнозируют, что в ближайшие несколько дней ветер будет уже не такой порывистый. Он ослабеет до 5-10 метров в секунду. Вот только на смену ему придет другая напасть. Снег пойдет. Нас ждут заморские. Температура опустится ниже нуля. Ночью сегодня у нас без существенных осадков. Днем по области будут небольшие местами умеренные осадки, но в виде мокрого снега и дождя. На следующий день ночью ожидаем осадки умеренные, тоже мокрый снег, дождь. А днем будут небольшие местами умеренные осадки. Тоже опять же в виде мокрого снега и дождя. Почему в квартирах жара? Теплоэнергетики провели рейд по жилому сектору. За несколько дней они получили десятки обращений от жителей города на так называемые перетопы. И просьбы снизить температуру теплоносителя. Один из тех, кто жалуется, Виктор Иванович. Он живет вот в этой пятиэтажке на улице Тракторная. Дома жара, говорит мужчина. Причем по каждому второму открытому окну можно судить, что и у соседей ситуация такая же. И повторяется это из года в год, рассказывают жители. Перетоп, все открыто дома и жарко. Мы отапливаем воздух. В прошлом году я звонил. Звонили куда? В город, там комиссия. Вот прикройте одеяльцем батарею, накройте. Мы сделать ничего не можем. Специалисты спускаются в подвал и проверяют, какова температура теплоносителя, который подается в дом. Все в норме. Мы сняли показания. Нарушений или отклонений нет. То есть теплоноситель в дом подается согласно утвержденному графику. Кто же должен убавить температуру теплоносителя? Здесь все зависит от порядочности управ компании. Именно сотрудники обслуживающей организации должны предложить жителям варианты решения проблемы, инициировав общее собрание. Что же касается теплоэнергетиков, то они работают в утвержденном графике и снизить параметры теплоносители не могут. Это отразится на качестве горячей воды. Она станет холодной. В домах, как правило, отсутствует какая-то регулирующая аппаратура. И дома топятся по температурному графику, который идет от источников. То есть ТЭЦ у нас сейчас держит температурный график 70 градусов по подаче. То есть это 70 градусов попадает в дома. А так как нет регулировки, соответственно, в домах идет полный съем теплоносителя, и людям жарко. Жарко сегодня и на Почаевской 2Б. Здесь тоже окна у многих открыты. Собственники хотели поставить в дом автоматическую систему погодозависимой автоматики. Вот только такое оборудование совсем не дешевое удовольствие. Речь идет о сотнях тысяч рублей. В общем, денег нет. И жители об этом знают, конечно. Жители об этом знают, что это очень дорогая услуга. У нас течет постоянно канашка. Канашка, кровля текла. Мы в месяц, два-три раза вызываем аварийку по откачиванию канализации. Неужели мы сейчас будем какие-то температурные вопросы решать, когда люди плавают конкретно? Вот и получается, собственники решают насущные проблемы и каждый год платят за отопление улицы. А могли бы существенно экономить. Так как жители 59-го дома по улице Западная. В прошлом году они установили в подвале дома систему погодозависимой автоматики. Теперь, когда на улице холодно, дома жарко. А когда по осени за окном плюс 10, в квартирах вполне комфортно. И окна на распашку целыми днями держать не надо. Видите, оранжевые головки – это регуляторы температуры на систему горячей воды и на систему отопления. По желанию жителей можно осуществлять регулирование этой температуры. То есть можно также прибавлять, убавлять. Вот по звуку вы слышите, сейчас клапан закрылся. Раньше при теплой температуре до 30 градусов доходило в квартире. Приходилось открывать окна. Стало намного лучше, намного удобнее. Стали меньше платить, стали меньше отапливать улицу. К слову, в новостройках, введенных в эксплуатацию в последние 5-6 лет, эта система погодозависимой автоматики уже установлена. Так что у жителей этих домов, квартирах комфортная температура и летом, и зимой. Ну а тем, кто живет в домах постарше, остается либо терпеть временную жару в своих квартирах, либо устанавливать специальное оборудование и впоследствии существенно экономить. Алексей Дудин, Максим Истомин, 6 канал. Обсудили проблемные вопросы здравоохранения. Владимир Сипягин прибыл в Александров с рабочей поездкой. Первой остановкой стала районная больница. Глава региона вместе со своими заместителями посетил дневной стационар, взрослую детскую поликлиники, а также побеседовал с пациентами. Все пожаловались, что в больнице нет аппарата, который позволяет исследовать кровеносные сосуды. И пожилым пациентам приходится ездить во Владимир. То есть это как раз мне подсказывает руководитель департамента, ангиограф, который мы хотим сюда приобрести, но сначала надо найти специалиста, который будет работать. Поэтому сейчас специалиста найдем, обязательно тогда приобретем. Встретился губернатор и с медиками. Врачи рассказали об участившихся случаях отъезда местных рожениц в Подмосковье. Потому что социальный пакет при рождении ребенка там существеннее, чем у нас. Молодой маме дадут коробку с вещами, необходимыми для малыша. Будет ли такое в нашем регионе? Этим вопросом уже занимаются на областном уровне. В финансовом управлении администрации области у нас находится предложение по тому, как нам изыскать средства для того, чтобы обеспечить подарочный набор для каждого новорожденного в Владимирской области. Обсчитываем все необходимые предметы, которые должны входить в эту коробку. Также врачи жалуются, что из-за близости к столице в район наезжают московские дачники. И в больнице не хватает ни лекарств, ни койка мест. Неврологическое отделение, к примеру, рассчитано на 30 коек. А число больных сейчас достигает 50 человек. Мы как такой курортный пригород сейчас становимся. Москвичей очень много, население не приписное. Но как раз выезжают пенсионеры, бабушки, дедушки, те, которые склонны болеть. И у нас по отделению по лету иногда до 30% москвичей. Но койки, ставки, лекарственное снабжение на них не рассчитано. По закону медпомощь можно получить в любой больнице. Но из-за москвичей местным жителям все труднее получить помощь в родном районе. Владимир Сипягин обещал взять вопрос под контроль. И поручил главе облздрава проанализировать загруженность всех отделений Александровской ЦРБ. Сегодня любое учреждение имеет право формировать свое штатное расписание. И коечный фонд, я имею в виду внутри перемещать коечный фонд. В зависимости от потребности населения. Это целиком автономная история. Это администрация больницы имеет право делать, ориентируясь на те показатели загрузки тех или иных подразделений, которые работают в больнице. На контроль взяты и другие вопросы. Увеличение компенсации медикам за аренду жилья, ремонт дорожного покрытия в больничном городке. Также Владимир Сипягин оценил работу ФАПа на колесах. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт. На базе автобуса ПАС куплен на федеральные деньги. Предназначен для медобслуживания отдаленных сел и деревень, где проживающих меньше ста человек. А значит, по нормативу стационарные ФАПы не предусмотрены. В пазике есть все необходимое для оказания медпомощи. В любую точку подъезжаешь, включаешь электричество и полный идет. Да, да, да. Посмотрите, это аптечка невозможной помощи. Здесь непосредственно аптечка. Да, интересно. Мы с собой сейчас взяли еще. Они пошли, наверное, на... Давайте посмотрим. Ну вот полный комплект. Смотрите, полный комплект. Мы с собой еще один возим. Все в порядке. По итогам поездки губернатор отметил, что медицина развивается. За год только в Александровский район привлечено на постоянную работу 11 врачей. А Александровской ЦРБ выделены деньги из областного бюджета на новое оборудование, которое уже совсем скоро поступит в больницу. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, Шестой канал. Комфортная городская среда по-александровски. В ходе рабочей поездки Владимир Сипягин проверил, как облагораживаются общественные пространства. Первой точкой стал центральный городской парк Александрова. Сейчас здесь идет ремонт. Но жители уже видят преображение родного парка. Очень хорошо. Дорожки хорошие. Площадь большая. Пока походишь сюда-сюда, сколько кругов дашь, для здоровья полезно. Воздух хороший. Дорожки хорошие. На следующий год нам дальше будут делать. Ремонтные работы начались в начале июля. За четыре месяца успели выложить главную площадь плиткой, поставить новые лавочки и урны. Но потом работы застопорились. На это даже губернатор внимания обратил, не увидев на объекте работников подрядной организации. А ведь окончательный срок работ – 31 октября. За несколько дней строителям надо установить фонарные столбы и сделать качественное освещение парка. Возможно ли это? По словам директора парка, сейчас фонарные столбы изготавливаются. А когда их установят – неизвестно. К слову, то, что предстало взору проверяющих – это только первый этап работ. Следующий за наличие в парке объектов культурного наследия, по которым необходимы проектные согласования, запланирован на 2021 год. В связи с этим у губернатора возникло предложение к местным властям, чтобы те советовались и с жителями города. Чтобы тоже обсудить, в том числе с жителями, которые здесь есть. Даже те, кто гуляет, чтобы с ними обсудить. Может быть, собрать их где-то, заранее проинформировать. И когда проект мы сформируем, за неделю оповестить жителей. Все приходят и высказывают. Парк ремонтируется по проекту «Комфортная городская среда». Александрову было выделено более 23 миллионов рублей на благоустройство территорий как придомовых, так и общественных. Городской парк готов на 95%. Владимир Сипягин уверен, что его надо сделать с изюминкой, а не превращать в типичное пространство. Потому что парк – это одна из достопримечательностей города. После проверки парка глава региона отправился в поселок Балакирево. Здесь жители дождались открытия клуба после долгого ремонта. Мне говорила внучка, которая ходит на танцы, что она пришла домой в таком восторге, что здесь все поменялось, все стало красиво, все замечательно, все блестит. В общем-то, сейчас будем смотреть. Новый хореографический зал, белоснежные фаги и, конечно же, зрительный зал, в котором установили новые кресла и новое звуковое и световое оборудование. Ремонт шел два года. На клуб из бюджетов всех уровней было выделено более 24 миллионов рублей. Открывал новый обновленный дом культуры лично губернатор области. По случаю такого праздника воспитанники ДК устроили целое шоу. Гостей встречали дамы в пышных платьях, а на новой сцене пели и танцевали юные артисты. С открытием клуба Балакире всех поздравил Владимир Сипягин. Этот дворец получил новую жизнь. А жители, которые, дети, которые ходят сюда и наслаждаются, получили новую возможность для творчества, для воплощения своих идей. И, дорогие земляки, конечно же, вот это событие, оно входит в череду тех положительных перемен, которые происходят в нашей стране и в нашей области. Также глава региона поблагодарил всех, кто вместе с администрацией области дал этому Дому культуры вторую жизнь. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, 6 канал. Продолжаем выпуск. И далее расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите, мы говорим о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Полярник, журналист, писатель Владимир Стругацкий стал гостем музейного лектория. Наша цель – поговорить обо всем, не упустить главного, а самое главное – быть интересными. Повторили, спустя четверть века группа Владимирских художников снова представила свои работы в центре ИЗУ. Снова все это в такой туманной долине, в таких достаточно трудных условиях все делалось. Выездной матч закончился дракой. Футболисты «Зенита-2» подрались с игроками Владимирского торпеда. Абсолютно не понимаю, зачем он прибежал в эту кучу и совершенно не понимаю. Но единственное объяснение, что следующий день, что он в Москве не хочет наехать. Новый гость музейного лектория – знаменитый писатель, журналист, кинематографист и полярник Владимир Стругацкий. Он побывал на двух полюсах земли, и не раз его нога ступала на дрейфующие станции, а вот в нашем городе – впервые. Напомним, во время своего приезда Владимир Стругацкий успел пообщаться с владимирскими журналистами, студентами, а вот в музей пришел на встречу с любителями науки и путешествий. Автор около 50 фильмов и 10 книг ответил на вопросы и показал одну из своих киноработ под названием «Полярное счастье». Этот фильм он снял о своем друге, известном исследователе, академике Алексею Федоровичу Трешникове. Я это делаю ради того, чтобы люди узнали о тех замечательных моих коллегах, которые работают на полюсах земли и которые создают на самом деле славу нашей страны. Гендиректора музея-заповедника поблагодарила Владимира Стругацкого за участие во встрече и еще раз напомнила, что одна из главных задач музея – делиться знаниями, в том числе благодаря таким встречам с интересными людьми. Мы начали музейный ректорий. И наша цель – поговорить обо всем, не упустить главного, а самое главное – быть интересными. Наш город тоже славится знаменитыми путешественниками, в их числе мореплаватель Михаил Лазарев. Светлана Мельникова напомнила, что в начале 2020-го – 200 лет с момента открытия Антарктиды русской экспедиции под руководством Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева. В музей намекнули, что это событие отметят специальной экспозиции для школьников. Кроме того… На культурном форуме в Питере мы будем заключать договор с Институтом Курчатова. И у нас очень интересные проекты. Наука нам помогает открывать музейные тайны, которые с удовольствием мы, соответственно, будем делиться с вами. Как именно будут делиться музейными тайнами, пока не пояснили. Вероятно, это будет научно-популярный проект. Александр Инина, Маргарита Махрова, Шестой канал. Выставка художников 25 лет спустя. Во Владимире открылась необычная экспозиция знаменитых живописцев, которыми гордится наш край. На ней представлены работы членов Владимирского союза художников Олега Модорова, Юрия Мокшина, Александра Тихонова, Евгения Захарова и Владимира Хомкова. Их картины наполнены гармонией, любовью к окружающей природе и родным местам. Александр Тихонов родился и жил в селе Луньёва под Владимиром. С детства влюблён в красоту лесов и полей. Несмотря на проблемы со зрением в своих картинах, художник мастерски передаёт истинную картину и душу окружающего мира. Там нехорошо, на мой родник. У него утром одни ритмы, вечером другие ритмы. А ты уже выбираешь, что в мотиве самое главное, что там подцепляет, где образы возникают. Когда-то с выставки работ пяти молодых коллег-художников началась история экспозиции Центра ИЗО. Художник Евгений Захаров рассказывает, тогда, в 94-м году, и представить не мог, что через четверть века вот так же вместе с друзьями будет собирать такую масштабную выставку. Хотелось, но всё это в такой туманной долине, в таких достаточно трудных условиях всё делалось. Жутко волновался. Я и сейчас волнуюсь, но тогда у меня аж дрожь была. Сейчас молодые мастера превратились в признанных классиков живописи и учат молодое поколение художников. А ещё вдохновляют ценителей искусства. Узнать для себя новые техники, ну вообще посмотреть в стиле, каких они рисуют. Нам очень нравится, очень всё ярко, живописно. Экспозиция будет работать в Центре пропаганды изобразительного искусства до 17 ноября. Екатерина Корнилова, Маргарита Махрова, 6 канал. Футболисты Владимирского торпеда подрались на поле с игроками «Зенита-2». В рамках 15-го тура первенства ПФЛ среди команд группы «Запад» 2-го дивизиона торпедовцы провели свой матч на выезде. В Санкт-Петербурге чёрно-белые встретились с футбольным клубом «Зенит-2». Питерцам важно было дома обыграть торпедовцев. Они хотели взять реванш за гостевое поражение во Владимире в рамках первого круга со счётом 1-2. Поэтому с первых минут «Зенитовцы» были нацелены на атаку. Но чёрно-белые не уступали подопечным Владислава Радимова. Уже на 15-й минуте питерцы остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи показал прямую красную карточку «Зенитовцу» за фол последней надежды. Несмотря на удаление, именно питерцы открыли счёт в этом матче. 1-0. Потому что, а вот это всё-таки уже министандарт. Ох, передача, удар, и мяч, чуть не влетел в ворота, ещё удар, и 1-0. Пользу «Зенита-2» удалось. Счёт открыть и создал во многом этот мяч Михаил Погорелов, но забил Дмитрий Багаев. Цифры на табло не менялись до 80-й минуты. Чёрно-белые сравняли счёт лишь в концовке поединка. 18-летний воспитанник Владимирской школы футбола Илья Жаров, вышедший на замену, отыграл один мяч за торпедовцев. 1-1. Передача в штрафную, очень опасный удар, и кашетный мяч летает в сетку. Вот это обидный момент, но вполне возможно к этому делу шло. В оставшееся время «Зенит-2» пытался вырвать победу. Но упертые защитники торпеда стеной стояли у своих ворот и были непробиваемые. Уже в добавленное время на поле завязалась потасовка, которая едва не переросла в массовую драку. Разнимать игроков на поле выскочил весь тренерский штаб «Зенитовцев» во главе с Владиславом Радимовым. Все зачинщики были наказаны горчичниками. В итоге за вторую желтую карточку с поля был удален еще один игрок «Зенита-2» вратарь Никита Гойла. Главный тренер питерцев жестко прокомментировал выходку своего галкипера. Абсолютно не понимаю, зачем он прибежал в эту кучу и совершенно не понимаю. Но единственное объяснение, что следующий матч у нас в Москве не хочет уехать, другого я не понимаю. Прибежать с другой половины вратарь, я первый раз такое сталкиваюсь, я вижу. А главный тренер торпеда Дмитрий Везьмикин на послематчевой пресс-конференции обвинил в потасовке именно «Зенитовцев». И это столкновение произошло из-за того, что там была замена. Дмитрий Забродин уходил, хотел уйти через центр поля. И его, как я видел, игрок «Зенита» поторопил его, толкнув его в сторону ворот поближе. В итоге «Зенит-2» потерял очки на своем поле. Черно-белые закрепились на четвертой позиции в турнирной таблице и отстают от лидера первенства футбольного клуба «Велес» на шесть очков. В следующем матче торпеда на своем поле примет футбольный клуб «Луки Энергии» из «Великих Лук». Никита Каргаев, «Шестой канал». И в продолжении футбольной темы. Футбольный клуб «Муром» весело матча на голы обыграл на выезде футбольный клуб «Коломна». Красно-черные бросились в атаку уже с первых минут. Видимо, желание добиться третьей победы подряд у муромлян было огромным. Но открыли счет в этом матче хозяева поля. На 17-й минуте «Коломна» вышла вперед 1-0. А спустя 7 минут увеличила преимущество до двух мячей. В концовке первого тайма «Красно-черным» удалось отыграть один мяч и сократить отставание. Никита Голуб распечатал ворота «Коломны» 1-2. «Еще один навес. Опасный момент. Первой. И все-таки мяч в воротах. Ну, додавили, дожали. Я не знаю, как еще назвать». Гол взбодрил хозяев поля, и они провели в концовке первого тайма ряд опаснейших атак. Но за муромлян сыграл каркас ворот. Сначала «Коломна» со штрафного попала в перекладину, а после флангового прохода мяч угодил в штангу. До перерыва счет не изменился. 2-1. Во второй 45-й минутке игра выровнялась. На 58-й минуте игрок «Мурома» Никита Киреев сравнял счет 2-2. Спустя пять минут «Красно-черные» вышли вперед 3-2. Дублем отметился Никита Голуб. А под занавес встречи на 83-й минуте Арсен Арапетян еще раз загнал мяч в сетку «Коломны» 4-2. Подача непосредственно Арапетяна убирает прострел. И этот удар в дальний угол. И мяч в сетке 2-4. На 83-й минуте. Казалось бы, что игра сделана и осталось довести ее до победы. Но футболисты «Коломны» вселили надежду зрителям. На 85-й минуте подачу со штрафного головой замкнул игрок «Коломны». Но больше голов зрители не увидели. К счастью для «Мурома» они удержали победный счет. Главный тренер «Красно-черных» Владимир Казаков отметил тенденцию своей команды, что ей не впервой приходится отыгрываться по ходу встречи. Мы пропускаем опять, начинаем с 0-2. Ну, в принципе, наверное, такой футбол зрителям нравится. Мы забили хорошие голы. Я считаю, все равно заслуженно победили. Хотя игра могла повернуться в любую сторону. Благодаря этой победе «Муром» уже на шестой строчке в первенстве. Следующий матч «Красно-черные» проведут дома. В гости к ним приедет футбольный клуб «Родина» из Москвы. Никита Каргаев, «Шестой канал». На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересные новости о жизни нашего города или области, звоните. 366666. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. Всего доброго. До встречи. Сегодня вечером во Владимире пасмурно возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 3 градуса по Цельсию. Завтра днем во Владимирской области пасмурно ожидается снег. Столбики термометров покажут от нуля до 2 градуса мороза. Ветер западный со скоростью до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра артутного столба. Улажность воздуха 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова